Да, итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Мишли Притчи Царя Соломона. Кто с нами, тот с нами, кто не с нами, тот не против нас, он просто не с нами. И мы продолжаем изучать четвертую главу. Четвертую главу. Да. Это четвертая глава, и у нас сейчас мы остановились на пятом отрывке. Пятый отрывок мы изучили. Мы изучили пятый отрывок, и сейчас у нас будет сегодня шестой, и если успеем, седьмой. Седьмой. Значит, готово, Влад Косов, ставим, все отлично. Все, мы продолжаем. Итак, значит, мы остановились на том, что в шестой отрывок сказал нам царь Соломон, «Кне хохма, кне бина». Он говорит, приобретай хохму, приобретай божественную мудрость, и приобретай бину, приобретай сообразительность, то есть логику, умение видеть, делать выводы, видеть вещь. Бина – это понимать вещь из вещи, да, то есть понимать, вот, например, Таня, Таня, ее зовут, да, Таня, Таня. Что можно понять? Из этого можно сделать множество выводов. Чем у тебя сильнее развита эта сообразительность, тем больше выводов ты можешь сделать из любого кусочка информации, да. Елена Малиновская, «Шалом» и «Солнышко». То есть человек с развитой биной сообразительностью, он отсюда может сделать сотни выводов. А если у него есть сверхразвитая сообразительность, он из своих выводов сделает еще больше выводов. Так и живут люди. Знаете, как, там, например, муж поздно вернулся, жена ему говорит, значит, ты меня не любишь. Это значит, что ты меня никогда не любил. Это значит, что ты и мою маму не любишь. То есть она может из его позднего прихода сделать, вывести миллион значений. Это качество называется бина. Понятно, да? Хорошо. Теперь и нужно приобретать божественную мудрость, и приобретать это качество сообразительности. Дальше. И сказал нам царь Соломон в прошлом отрывке, что не забывай Тору и не отклоняйся от Торы. Потому что есть люди, которые забывают просто то, что учили правильные вещи. А есть люди, которые помнят, но отклоняются. Они говорят, я не хочу идти по Торе, мне это неудобно. И они уходят от правильного пути. Да, всем доброе утро, кто сейчас подключился. Всем шалом, привет. Дальше. Шестой отрывок. Шестой отрывок вот сегодня новый, да? Аль Тазвеа Ветишмереха. Не оставляй ее, имеется в виду, не оставляй Тору, Ветишмереха, и она будет тебя охранять. Эа Веа Ветицреха. И люби ее, и она будет тебя оберегать. Здесь мы видим, здесь мы видим очень важную вещь. Значит, есть, есть, вот есть Тора, да? Тора это божественное знание. Бог сообщил Маше Рабейну, Моисею, о том, как устроен мир, как он работает. Маше Рабейну 40 дней был на горе Синай, и он получил от Бога полное знание о том, как все работает. Это называется Тора. Тора это учение о мире, божественное учение о мире, которое было получено от Бога Моисеем, и Маше Рабейну мы его называем, Моше учитель наш. И Моше, он передал Тору еврейскому народу 40 лет в пустыне, такой был длинный-длинный тренинг личностного роста, в котором 40 лет питались маном, в 40 лет ни с тем не общались, и только учили Тору, и духовно поднимались. На такой высочайший духовный уровень, что невероятно. Но потом зашли в землю Израиля, начали общаться с обычными людьми, с удалопоклонниками, и упали с этого уровня, потому что очень тяжело. Самая тяжелая вещь, это божественное принести в этот мир. Жить в этом мире, сохраняя внутри вот это вот божественное свое связь с Богом. Это, кстати, мог делать Йосеф. Вот сейчас мы изучаем недельные главы, пошли. Йосеф, это был сын Якова, который попал в Египет, и в Египте стал премьер-министром, и он, находясь в самом таком месте магия, материальность, разврат, он, находясь в этом месте, он оставался на божественном уровне, на высочайшем. Это самый высоте уровень. Потому что легко быть пастухом и быть с Богом, да? То есть ты пастух, у тебя вокруг одни овечки, ты сидишь, у тебя природа, воздух, и ты все время медитируешь. Медитируешь, и с Богом ты находишься. Никаких у тебя соблазнов, никаких у тебя там выборов сложных, да? Никаких взаимоотношений с людьми, никто на тебя не нападает, никто, ты ни с тем не ругаешься. Это идеальный вариант. В такой ситуации легко быть с Богом, да? Легко быть с Богом, когда там уходят люди в отшельничество, да? Самое тяжелое быть с Богом и заниматься вот этой вот интегрированной жизнью. Это очень тяжело. И сказал, это то, что касается Торы. Теперь, как относиться к Торе? Сказал нам царь Соломон в шестом отрывке, аль-та-азвеа, если ты ее не будешь оставлять, она будет тебя охранять. То есть вот человек живет в своем мире, в обычном, и ему все время нужно как-то действовать. И он решил Тору не оставлять. Он ее не оставляет, и она его охраняет. То есть он помнит о Торе, но отношение его к Торе такое, как вот есть у человека много вещей, и какие-то вещи ему жалко бросить. И он эти вещи хранит, но он их не оставляет. Эти вещи, они ему как-то служат, но служат очень мало, потому что он с ними не вступает ни в какой контакт. Но он их не оставляет. Они у него есть. Теперь есть второй вариант. Есть ВАВ. Люби ее, говорит царь Салмон. Значит, люби Тору. Что значит любить? Есть у каждого из нас любимые вещи. Те вещи, которые ты все время носишь. Ты с ними, общаясь с этими вещами, ты вступаешь все время в контакт. То есть ты с ними в более тесном контакте. И он говорит, если ты будешь Тору любить именно, то она тебя будет оберегать. То есть та мера, в которой ты приближаешься к Торе, в той же мере Тора приближается к тебе. Ты ее не оставляешь, она тебя охраняет. Ты ее любишь, она тебя оберегает. То есть оберегать это сильнее, чем охранять. Понятно, да? Очень это интересное такое замечание, которое показывает нашу близость вообще к разным аспектам реальности. Совсем человек, или он забывает, или он говорит, мне это не надо. Это было в предыдущем отрывке. Или он ее не оставляет, то есть он с ней. Или он ее любит. Вот четыре стадии. Мы прошли в двух отрывках четыре стадии взаимоотношений с Торой. Забыл. Забыл. Отодвинулся. Это ты от нее как бы отошел, да? В этом случае она тебя, естественно, не будет ни охранять, ни оберегать. То есть то, что ты там слушал какие-то уроки, это ни о чем не говорит. Это просто ты слушал когда-то какие-то уроки. Но если ты ее не оставляешь, и ты ее любишь, то она будет тебя охранять и оберегать. Дальше седьмой отрывок, он нам дает конкретное указание, как взаимодействует с Торой. Седьмой отрывок четвертой главы. Решит хохма, кне хохма. Убеколь тиньянеха, кне бина. Дальше он говорит так. Вот смотрите. Есть, как мы уже знаем, есть хохма, это божественная мудрость. То есть божественная мудрость, ее основа, это как аксиомы. Аксиомы Торы, что есть добро, что есть зло, заповеди Торы. Ее кто нам дал? Ее нам дал Бог. То есть у нее нет основы, у Торы, кроме как Бог. То есть, а Бог непостижим, значит и основы Торы непостижимы. Это аксиомы. То есть они не, их нельзя вывести логикой. То есть это как раз начало всех начал. Решит начало, решит божественной мудрости, кне хохма. То есть просто понять и принять, что мы все, когда заходим в мир, мы живем в неком, в мире предположений, да? То есть нам сообщили некие правила. Крошка, сын, к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И любого человека в этом мире вставляют в некий мир правил, в которых он дальше живет, эти правила не обдумывая уже. То есть это основа его мировосприятия. Теперь Тора, это основа, которую дал Бог. То есть Бог, создатель мира, он сказал, вот так вот, Берешит, Бара, Элотим. Вначале Бог сотворил небо, небеса и землю. И дальше он нам сказал, это делай, это не делай. Вот это дерево познания добра и зла, которое было, он как раз и говорит, вот от этого дерева не ешь. Не можешь ты определять, что такое добро, что такое зло. Я Бог, я определил. Теперь что делает человек? Человек пытается сам взять на себя вот эту божественную функцию и говорит, а я, нет, я сейчас расскажу, что такое добро, что такое зло. И начинает рассказывать. Теперь сказал нам царь Соломон, он говорит, Решит хохма, начало хохмы, это самое начало, а даже не так, в начале, в начале идет хохма, то есть это было начало-начал, Бог установил вот эти вот аксиомы, законы. И ты должен в начале приобрести вот эту хохму, то есть человек, который, даже малым объясняет, в любом деле так идет. Если ты хочешь в любом деле преуспеть, то ты должен в начале наполниться вот этими аксиомами, базисными основами ты должен наполниться. Человек идет, например, в архитектуру, он говорит, я хочу быть архитектором, буду строить дом. Ему говорят, послушай, изучи диаметрию, изучи сопротивление материалов, какие-то материалы надо использовать, изучи математику, что еще там должен изучить архитектор. И потом, когда ты наберешь вот этих основ, тогда ты уже будешь делать какие-то свои там архитектурные, придумывать какие-то свои стили, какие-то свои здания выдумывать строить. А если я сейчас без основ, я скажу, слушайте, я сейчас крутое здание я придумал. Вообще крутое здание. Вот вначале, смотрите, идет такая ножка, а потом вот тут вот висит такая вот 900 этажей параллельно земле. Вот я придумал здание. Будет самое длинное параллельное земле здание, которое не касается земли. Мне скажут, Ицкак, а ты учил вообще хоть чуть-чуть физику? Ты знаешь вообще, что на одной ножке вот такое здание, оно сломается, оно не будет висеть. Я скажу, не знаю, я ж круто придумал, я классно придумал, я очень сообразительный. Мне скажут, нет, посмотри четвертую главу, пожалуйста, четвертая глава, посмотри, Мишли, седьмой отрывок. Там написано, Рейшит Хахма, Кнехахма. Вначале, вначале божественная мудрость была, и ты должен приобрести вот эту божественную мудрость, аксиомы. Убеколькиня Неха и во всех твоих дальнейших приобретениях Кнебина, а вот во всем остальном приобретая вот эту сообразительность. То есть дальше человек, все остальное в этом мире имеет причинно-следственные связи. Только Бог является причиной причин, а у самого Бога нет причины. Когда говорят, а кто создал Бога? Вот и все. Вот это вот и есть Бог. Тот, кого не создал никто. Тот, который был всегда. Тот, который не не вписывается в уже сотворенный им мир. Тот Бог. То есть, он причина всех причин, а у него нет причины. Он создал время, но он вне времени. Он создал пространство, но он вне пространства. Он создал материю, но он не материя. То есть, понятно, да? Бог – это непостижимая основа всего постижимого. И вот, значит, дальше у всего остального есть причина. Бог – причина всех причин. Дальше, причина того, что что-то считается добром, что-то злом – это Тора. И дальше можно проводить причинно-следственные связи как угодно. И говорит нам царь Соломон, в остальном, когда ты вот весь остальной мир ты воспринимаешь, с ним взаимодействуешь, ты должен стараться понять причину, понять вещь из вещи. Например, начинается Талмуд с... Талмуд начинается трактат Брахот. Есть первый трактат, называется Благословение. Это очень интересно, что вообще вся устная Тора начинается с того, что человек должен научиться благословлять Бога, научиться молиться, научиться с Богом взаимодействовать. То есть, это начало всех начал, благодарить Бога, Брахот – это благословение, благословлять Бога за то, что Он нам дает то, что у нас есть. И это начало Торы, да? Устной Торы. И вот начинается устная Тора с вопроса. Это тоже очень примечательная такая вещь. Начинается устная Тора не с утверждения, а с вопроса. Вопрос такой. Майматай, Курим Шмабе Аравид. С какого момента читают Шма Исраэль молитву вечером? Вечерняя молитва Шма Исраэль. С какого времени читают? Майматай, с какого времени читают? Значит, Талмуд, он задает вопрос еще один на это утверждение. Он говорит, а почему вы спрашиваете, с какого времени читают? Откуда мы вообще знаем, что надо читать? Вот вопрос. То есть, весь мир идет на каких-то предположениях, что так надо поступать. Талмуд говорит, откуда мы знаем, что так надо поступать? Где основа? Что ты спрашиваешь, с какого времени надо читать? Вообще, откуда ты знаешь, что надо читать? Откуда ты знаешь, что все в этом мире надо делать? Ну, это уже я добавил. Талмуд отвечает, но откуда мы знаем, что надо читать Шма Исраэль? В Торе написано, Бог сказал, и будешь ты произносить слова эти, ложась и вставая. Вот оттуда мы знаем, Бог сказал, все. А, ну если Бог сказал, все понятно. То есть, написано, что надо произносить эти слова, ложась и вставая. А вот теперь нам надо понять, что значит ложиться, ложась. Что это ложась? Это лежа или это время, когда люди ложатся? А если это время, когда люди ложатся? Люди по-разному ложатся. Кто-то ложится с заходом солнца, кто-то ложится с выходом звезд, а кто-то полночи не ложится. То есть, дальше идут все причинно-следственные связи. На все в этом мире можно задать вопрос, кто сказал, почему так надо делать. А кто ему сказал? Откуда он знает? А почему? Какое у него право мне указывать? А если, например, власть там, это власть. А это власть-то, сегодня одна власть, завтра другая. Так получается, что те законы, которые власть устанавливает, они вроде обязательные, но сама же эта власть, вопрос их соблюдает или не соблюдает. На все можно задать вопрос, кроме как на Бога. То есть, если мы хотим в мире иметь что-то устойчивое, так это называется вот эта хохма, божественная мудрость. Это Бог сказал. Все. Это начало всех начал. И да, вот это из Талмуда идет вопросом, отвечает на вопрос. Потому что любой вопрос тебе задают, там, который час, а зачем тебе это надо, там, сколько стоит, а вы продаете или покупаете. То есть, во всем можно найти причину, причину, причину. И вот мы дойдем до того, что есть причина всех причин, это Бог. Давайте еще раз. Дальше, дальше. Восьмой отрывок мы еще успеем, да, восьмой отрывок мы успеваем. Еще раз давайте седьмой подведем итог. Значит, начало всего решит, начало это хохма. Начало всех начал это божественная мудрость. Дальше, кнехохма, ты должен ее приобрести. То есть, ты должен приобрести в начале аксиомы Торы. Когда человек приходит учить Тору, обычно, вот смотрите, вот если спросить меня, там, ты Тору вообще учишь? Скажу, да, учу. Сколько лет? Двадцать лет. Сколько ты знаешь из Торы? Вот, я, как бы, учу Тору двадцать лет. Я знаю меньше, чем полпроцента. Меньше, чем полпроцента, точно. Человек, который выглядит вот с такой бородой, вот с такой вот шляпой, там, он может выглядеть, как самый крутой раввин. Он, он тоже знает Торы, там, если взять вся Тора безграничная, сколько знал Машера Бейну, сколько он получил от Бога, сколько знали пророки и так далее. Любой современный мудрец, он знает, там, даже самый большой мудрец, минимальный процент. То есть, Тора, она непостижима. И все, кто спорят о Торе, все, кто там берут на себя ответственность говорить от лица Торы, они высказывают все свое частное мнение. Я высказываю свое частное мнение, я учусь вместе с вами, вот я учусь и вам рассказываю то, что я понял. То есть, каждый высказывает свое частное мнение. И надо понять, пока ты не получишь аксиом, много аксиома. Что является аксиомой? Знаете, что является аксиомой? Письменная Тора состоит из пятикнижия Моисеева, пять книг, пять книг письменной Торы. Дальше, 24 книги пророков. Больше 10, там, я не помню сколько, писания, да, это вот мы сейчас изучаем писание, это тоже письменная Тора. Притчи царя Соломона, Коэлит, Медила Трут, Медила Тестер, Песнь Песней и так далее. Это все писание, книга Эйха и так далее. Это все только письменная Тора. Это верхушка айсберга, письменная Тора. Теперь сам айсберг, устная Тора. Талмуд, Мишна. Мишна это шесть разделов Мишны. Устная Тора, шесть есть разделов. В каждом разделе примерно по 10 трактатов. То есть, более 60 трактатов. В Талмуде, в Талмуде не все разобраны трактаты. По-моему, в Талмуде больше 30, где-то около 40 трактатов. 2,5 тысячи листов. Чтобы Талмуд учить по одному листу в день, нужно 7,5 лет. Чтобы один лист в день учить. А на каждый лист есть вот по вот такой вот книге комментариев. На каждый лист вот такая книга комментариев. То есть, это все нижняя часть айсберга Тора. Это без кабалы, которая говорит о совершенно вещах непонятных. И, ну это уже вообще другой уровень. Без Иерусалимского Талмуда. Вот так вот. Поэтому, для того, чтобы разобраться в этом мире, как жить, вначале нужно приобрести аксиомы. Вот эту вот божественную мудрость. Это можно... Вообще, аксиомы изложены в 10 заповедях. То есть, в 10 заповедях зашифрованы... Все аксиомы Торы зашифрованы в 10 заповедях, которые на скрижалях были. Помните, Машир Абейн спустился со скрижалями. И там были 10 заповедей, в которых зашифрована вся Тора. Это как бы квинтэссенция, сжатая. Вначале ты должен приобрести вот это. То есть, это основа всех основ. Потом идет письменная Тора. Потом идет книга, краткая книга заповедей. Это на сегодня есть актуальных 77 заповедей. А потом ты должен уже во всем остальном приобретать сообразительность. Дальше умный человек это тот, кто сообразительный. Который отвечает именно вопросом на вопрос. Он все остальное, он хочет понять причину. У всего есть причина в этом мире. Вот я, например, какая у меня причина? Я учу Тору, я хочу выполнять заповеди Бога. Я провожу эти уроки для того, чтобы самому лучше выполнять заповедь служения Богу, изучения Торы, обучения Торы. Если дальше копнуть, я верю, что благословение в мою жизнь приходит только из-за Торы. Ну и так далее. Теперь Игорь Матюшечкин, чего пришел. У него есть какие-то его причины. И так далее. То есть, у всего есть причина причин. И бина, вот это качество строительства, логика, сообразительность. Это умение заглянуть вглубь любого события, любого вопроса, любого действия. И нам сказал царь Соломон в седьмом отрывке, вначале приобретай аксиомы, изучай Тору, вот эти вот прямо аксиомы от Бога. А потом во всех твоих приобретениях, что такое приобретение? Все, что ты увидел, услышал из внешнего мира, это есть твое приобретение. Ты как будто бы эту информацию взял себе, приобрел. Он говорит везде, приобретай бину. Задавай вопросы. Почему? Кто сказал? Ева Исмаилова, Шаббат Шалом. Всем, кто слушает нас, Шаббат Шалом. И чтобы был у нас Шаббат остановка, посвященная божественному, именно в Шаббат это остановка, когда ты останавливаешь свою вот эту типучую деятельность бесконечную. Пока человек жив, он все время что-то двигается, двигается, куда-то бежит. Бежит, чтобы реализовать свои мысли о том, что должно быть. Это очень интересно. Все люди по миру бегают для того, чтобы свои представления о мире реализовать. Вот каждый думает, так, должно быть вот так. Я побежал, прибежал, не получилось, я-то думал, будет так, не получилось, что дальше? А теперь я думаю, должно быть так. И он давай бежать, чтобы реализовать. О, получилось, ну классно, как я хотел, так и получилось. А дальше что? Надо что-то опять придумать. И весь мир бегает, бегает, бегает. Шаббат мы останавливаемся. И Шаббат выполняем по ритуалу связь с Богом. Наполняемся связью с Богом, учим Тору. И с Божьей помощью, чтобы у всех было все хорошо. Всем шаббат шалом. Сделайте свои выводы и начинаем учить аксиомы Торы. То есть то, что мы сейчас учим, это письменная Тора. Это, можно сказать, что это часть аксиом Торы. Да. Все, удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok